Советский Союз Реформа 1961 года не только отбросила нолик сцен, но и заменила находящиеся в обращении денежные знаки. Исключением стали мелкие номиналы в 1, 2 и 3 копейки, которые разрешили оставить в обороте. Прочие же деньги надлежало обменять в течение трех месяцев. Помните киноленту «Меняла»? Это из этой пьесы. Очень веселая комедия. Рекомендую посмотреть и окунуться в те годы. Итак, наряду с монетным рядом 1926 по 1957 годов и крайне незначительным количеством 1958 года в кошельках советских граждан красуются новенькие послереформенные монетки. Напомню, что вес стандартных двухкопеечных монет равен 2 грамма. Ее диаметр 18 миллиметров. Гурт рубчатый. Разновидности у этой монеты есть, но особого влияния на ценообразование они не оказывают. Аверс имел два разновидности. Штемпель 1.11 стандартный. Верхняя часть герба отодвинута от канта. А вот штемпель 1.12 только специального чекана. В обращении не встречается. И является реалитетом. Верхняя часть герба прижата к канту. По реверсу также имеются разновидности. Их три. Штемпель А. Характеризуется наличием двух линий. Слева и справа от слова копейки. Между дубовыми листьями. Штемпель Б. Таких линий три. У штемпеля В. На первой буквой К. Горизонтальная гаста короткая. По три линии между дубовыми листьями венка. Все три разновидности оцениваются в 30 рублей. В идеале может стоить до 150 рублей. Это была стандартная монета. С обычной датой. Но есть двушки нестандартные и с необычной датой. Нестандартная. Это две копейки 1961 года из белого металла. Отчеканенная на заготовках 10 копеек. Оценивать такую монету в сохране ВФ 70 тысяч рублей. В идеальном сохране уже 150 тысяч рублей. Кстати, подобная двушка перепутка у меня попадалась в топ 10 моих находок. Ну и подошли к той монете, ради которой вы и смотрите это видео. Монета на миллион. Да, такая монета была. И она является пробной. Именно так могла выглядеть двухкопеечная монета, если бы приняли пробный вариант с уменьшенными цифрами даты. На первый взгляд отличие размера в глаза не бросается. И такая монета могла легко бы затеряться в кучах мелочи, оставшиеся с тех времен. Ну конечно же, вероятность отыскать в монетных кучах данный раритет стремится к нулю. Оценивать такой экземпляр в сохране ВФ 800 тысяч рублей, в сохране идеального в 1 миллион рублей. В Москве 1961 года можно было купить продукты по таким ценам. Кефир 30 копеек за бутылку. Масло сливочное 3 рубля 50 копеек за килограмм. Сырок дружбы 26 копеек за штуку. Мороженое молочное 9 копеек за штуку. Колбаса докторская 2 рубля 30 копеек за килограмм. Вино можно было купить от 2 до 4 рублей за бутылку. Картофель 10 копеек за килограмм. Позвонить можно было за 2 копейки. А проехать на автобусе за 5 копеек. Мотоцикл Урал продавался за 800 рублей. А с коляской 905 рублей. Бензин АИ 93. 4,7 копеек за литр. А доллар США 90 копеек. Как-то так и жили в СССР. А ты хочешь вернуться обратно. Я рожден в СССР. И моя родина Советский Союз. Редактор субтитров А.Семкин